Добрый день, дорогие друзья! Добро пожаловать на наш канал IngLife TV. Это новый урок английского языка. Меня зовут Катя. И опять моя любимая тема Confusing Verbs. Сегодня мы будем разбираться с вами с еще одной парочкой глаголов. Это глаголы to meet и to know. Посмотрим, в чем их схожесть и почему часто русскоговорящие, которые изучают английский язык, их путают. Ну что, давайте разбираться по порядку. Как переводится глагол to meet? Я думаю, все знают, что он переводится как встречаться, встречать кого-то. Но, когда мы встречаем людей впервые, то есть мы знакомимся с ними, мы говорим такую интересную фразочку, которую вы тоже все знаете. Nice to meet you. Приятно познакомиться. То есть запомните, если вы встречаетесь с человеком в первый раз, то есть о встрече впервые говорите, вы говорите meet. То есть, к примеру, я познакомилась, встретила там какого-то человека. I met someone. Кого-то я там встретила. Запомните, о встрече впервые. Если же вы хотите сказать о встрече, как о каком-то, ну, может быть, регулярном событии, то есть встречаться, собираться с друзьями, с коллегами, к примеру, да, со знакомыми, то мы говорим не просто meet, а используйте такое выражение, как meet with, ну, встречаться с, да, или meet up with. For example, we usually meet with our friends at this cafe. То есть мы обычно собираемся с нашими друзьями в этом кафе. Или же we usually meet up with our friends at this restaurant or at this cinema и так далее, да, то есть мы обычно там с ними встречаемся. Когда возникает вопрос, а зачем нужен глагол know? А дело в том, что глагол know иногда может быть синонимичным глаголом meet. То есть мы знаем, что глагол know означает обладать знанием о чем-то, да, то есть знать что-то, но иногда знать и кого-то, правильно? То есть у нас, получается, два таких главных значения. Иметь информацию и знание о чем-либо или о ком-либо, а также знать людей в целом. Как раз вот в этом случае не надо эти два глагола путать. Meet, когда вы познакомились, то есть вот знаю я этого человека, в смысле познакомились впервые. Know, когда вы знаете человека в целом. Ну, сперва давайте посмотрим на небольшой нюансик, если вы хотите сказать о знании какого-то предмета или места, потому что в этом случае глагол know не всегда подходит. К примеру, вы хотите спросить человека, а ты знаешь вот Берлин? Имеется в виду, а ты был там, то есть ты знаешь этот город, да? И вы хотели бы спросить, do you know Berlin? Это будет неверно. То есть нельзя вот знать как бы город в таком понятии. Можно знать что-то о городе, тогда было бы более правильно. Поэтому вы лучше спросите, have you been to Berlin? То есть а ты там был? Да, или в каком-то еще другом месте. Если же вы говорите про людей, то есть вы кого-то знаете, знакомый уже, то глагол know совершенно вам отлично подходит. К примеру, I know him very well. He's a nice guy, I've known him for ages. Я знакома с ним очень хорошо. Смотрите, знакома, как бы знаю, да? Он классный парень, я знаю его уже там сто лет. Вот это выражение for ages. Можно говорить как сто лет, там целую вечность, я его знаю, да? Очень интересное выражение. Вот, дорогие друзья, в чем заключается разница между двумя глаголами meet и no. Надеюсь, вы теперь не будете путаться. Спасибо за просмотр! И подписывайтесь на наш канал! Пока!